Первая книга про Липоменон Люди воинственные в своих поколениях. Число их в одни Давида было двадцать две тысячи и шестьсот. Сын Узия – Израхия, а сыновья Израхии – Михаил, Авадия, Иоиль и Ищия, пятеро, все они главные. У них по родам их по поколениям их было готово к сражению войска тридцать шесть тысяч. Потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было восемьдесят семь тысяч внесенных в родословные записи. У Вениамина – Бела, Бехер и Иедиал – трое. Сыновья Белы – Яцбон, Уззи, Узиил, Иеремов и Ири – пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записаны их двадцать две тысячи тридцать четыре. Сыновья Бехера, Зимирра, Иоаш, Ильезер, Елеуаенай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алимев. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записаны их парадамы по главам поколений людей воинственных двадцать тысяч и двести. Сын Иедиаила, Белган, сыновья Белгана, Иеус, Вениамин, Ягуд, Хенана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, семнадцать тысяч и двести было выходящих на войну. Ишупим, Ихупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, Яхциил, Гуни, Иецер, Ишелем, дети Валы. Сыновья Манасии, Асриил, которого родила наложница его, Арамьянка, она же родила Махира, отца Галадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха. Имя второму — Салпад. У Салпада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына, нарекла ему имя Кереш, а имя брата его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама — Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасиина. Сестра его Малехев родила Ишгода, Авезера и Махло. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аням. Сыновья Ефрема — Шутилах и Берет, сын его, и Фахаф, сын его, и Фахаф, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Езер, и Елиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шиера. Она построила Бефрон, нижний и верхний, и Уззен, Шиеру. Ирифай, сын его, Иришеф, и Фелах, сын его, и Фахаи, сын его, Лаедан, сын его, Амеуд, сын его, Елишама, сын его, Ной, сын его, Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифель, из-за висчетнего города, к востоку, на Аран, к западу, Гизер, из-за висчетних города, Сихем, из-за висчетних города, Догазы, из-за висчетних от них городов. А со стороны сыновей монассийных, Бефсан, из-за висчетних города, Фаанах, из-за висчетних города, Мегиддо, из-за висчетних города, Дор, из-за висчетних города, в них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишна, Ишви, Иберия, и сестра их Сирах, сыновья Берии, Хивер и Малхиил, он отец Берзаифа, Хивер родил Иафлета, Шамари, и Хофама, Ишую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал, и Ашвав, вот сыновья Иафлета. Сыновья Шимера, Ахи, Рохга, и Хубба, и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цефар, Имна, Шалев и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнифер, Шуал, Бери, Имра. Бицер, Год, Шамма, Шелша, Эфран и Беера. Сыновья Иефера, и Ефунии, Фиспа и Ара. Сыновья Олы, Арах, Ханниил и Риция. Все эти сыновья Асиры, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войске для войны по счету 26 тысяч человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...